Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 12-я заключительная серия города, в котором меня нет. Как бы там ни было, Саторо, раньше я всегда сторонилась людей. Мы помним. Но теперь у меня есть семья. И всё благодаря тебе. И всё благодаря тебе. Спасибо, говоришь. За что же? Ё-моё. Тише, тише. Проголодался? Успокойся. Я же сказал. Я же сказал. Я же сказал. Вот. В тот момент он всё понял. Это нам на миг дал намёк сам монтажный момент. А затем мы пытались сделать всё, чтобы на Каниши Ая и Мисата не остались одни. Он всё вспомнил. Ну что, козёл? Он всё подготовил. Всё, я спокоен. Я только что всё вспомнил. Нифига не только что. Нифига не только что. Мне кажется, у него уже ловушка готова. Сто процентов. Мисата. Вот как. Значит, козу плотник. Наверное, они со Сама усердно трудятся. Ага. Кстати, Мисата хотела навестить тебя. Да? Правда? Мисата. А я думал, она меня ненавидит. Припоминаю. Нехорошо тогда получилось с деньгами на обед. Кстати, первой из предложивших сыграть деньги тебе на лечение была именно Мисата. Я и не знал. Да ладно. Тогда ты ведь пытался помочь Мисату, верно? Ты же всё вспомнил, так? О, Кеня всегда его понимал. Кеня всегда видел его насквозь. Не хотел вас втягивать. Пятнадцать лет прошло. Доказательств нет. А моим словам вряд ли кто-то поверит. Хм. Я очень обрадовался, узнав, что ты очнулся спустя столько лет, Сатору. Ничто не сделало бы меня счастливее. Поэтому я не спрашивал тебя о прошлом. Ты много пережил, поэтому я не хотел беспокоить тебя сразу после твоего пробуждения. Но раз ты снова хочешь сражаться, позволь нам помочь тебе. Все эти годы, Хиромина ищет тебя в панике, чтобы он хочет стать врачом, а я адвокатом. Мы с Савадой продолжаем его поиски. Тогда ты был нашим героем, Сатору. Теперь мы понимаем, почему так хотели быть рядом с тобой и помочь тебе. То есть, за тот маленький период, когда он был ребенком, поменял все. Поэтому я тоже поверил в тебя. Он спас себя. Я хочу верить в твою невинность ради себя. Это как просьба поверить в тебя, но у нас... У него воспоминания прошлой жизни. Айри. Айри. Убийца это... Яшара. Я догадался. Когда я стучал пальцем по твоему креслу, ты старался не подавать виду, верно? Да, умеет. Такие психопаты обычно очень хорошо понимают. Ты был не сувал все мои планы. Ну? Но обычному ребенку... Это просто было не под силу. Так. Ты как будто знал, что должно случиться. Яшара. Я знаю твое будущее. Он постоянно сувезал, значит. А, Яшара понял. Этот козел понял. Как ты узнал, что я задумал? Откуда ты знаешь будущее? Так ты убьешь меня после того, как расскажу? Я знаю, что ты делаешь. У тебя в кармане мобильный телефон угадал? Записываешь разговор? Или втихаря набрал кого-то? Наверное, своего дружка Кеньо. Я думал, что Кеньо и его подручный. Этого козла. Я реально так думал. Я помню просто тот кадр, когда тот общался с ним. Тебе нужна информация о преступлениях, за которые меня еще можно судить? Но, к твоему сожалению, таких нет. Так что... Тебе в жизни не поймать меня, Сатору. Смотри. Тебе написал... Тебе в 15 лет был в завязке. Спасибо, что выслушал мои мечты. В половине пятого Куми поставят капельницу. И, естественно, на пакете с подмешанным миорелаксантом твои отпечатки пальцев. Ты подарил десятилетней девочке, ожидающей операции быструю и безболезненную смерть. И, веняя себя за это, я спрыгну с крыши. А зачем прыгать на сквозь, но это не поможет тебе спастись. Однако, ты еще можешь помочь Куме, если расскажу, где гарантия того, что ты ее спасешь. Разумеется, гарантия никак. А, сантажирует. Однако, есть вероятность. Но, если промолчишь, забудь о ней. Вот козел. Как жаль. Время выходит. Для меня это было... Ну, теперь просто его способность все равно бесполезна. В случившемся нет ничего сверхъестественного. Не более, чем совпадение. И, говоря, что знаешь будущее, ты просто блефовал. Не волнуйся. Не сказать. Я оставлю твоей матери пару душевных слов. Прости, что умер первым. Ладно, Сатору. Завтра с утра я работаю. Ох, пидор. Вот козел. Уснул? Мама. Я взял. Знаешь, моя память. Вернулась? Знаю. После встречи с Кайей, верно? Да. Реально демон. Мама это... Когда она пришла, ты не запретила ей говорить о прошлом. Просто после ухода Кенни и Хироми я поняла, что была неправа запретить им. Кайя просто немного другой человек в его жизни. Она же. Я удивляюсь с ребенком. Я просто не смогла запретить ей. Все-таки она 15 лет ждала твоего пробуждения. Вы представляете, как он ребенка спрятил? Я каждый день смотрела на твое лицо и говорила с тобой. Но лишь услышав твой взрослый голос, поняла, что ты больше не ребенок. Знаете, как необычно. Я обрадовалась. Мой мальчик вырос. Слишком быстро. Но он всегда был взрослым. Вот что самое интересное. Я буду сражаться за свою жизнь. О чем ты говоришь, Инуса? Даже до кома еще в детстве ты не переставал сражаться. Да. Да, это да. В детстве он совершил воистину великие поступки. Конечно, у него были щиткоды в голове. Я сказал это, когда стал классным руководителем шестого класса. В день, когда Хиназуки забрала бабушка, я взглянул на тебя в профиль. Это сильнее всего отпечаталось в моей памяти. Отец бросил нас вскоре после моего рождения. Поэтому я не помню его лицо. Но тогда, всего на миг, ты заменил мне его. Ты заполнил пустоту в моем сердце. Да. И это должно, типа, его спасти? Все эти годы, я тоже ждал твоего пробуждения. После твоего ухода, я словно лишился импульса, что делал меня тем, кто я есть. Я столько ждал. Но ты больше не одинок. И как же нам разобраться? Тебя поймает полиция? Или убьешь меня? Исход уже предрешен. Думаю, я победил. Хиназуки Кайо, Наканиши Ая, Хироми Юки. Я всех их спас. Все живы. Даже мать, что ты убил в будущем. Убил в будущем? Сатору. А, ну уже это не знал. Я сорвал твои планы, потому что знал, что будет в будущем. Он уже в сети. Все. То есть он был далеко от сети. Помните, как по лифту когда понимали? А теперь он в сети. Сверху низко. Я понимаю, сейчас у меня там все замазано. Я могу убить тебя в любой момент. И сейчас могу. Нет. Но ты позволил мне жить. 15 лет. Потому что я нужен тебе. Я твоя причина жить. Твоя надежда. Я заполню пустоту в твоем сердце. Это, честно говоря, сын, которого никогда не было? Что-то в том роде? Нет. 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 Даже сейчас. Победа за мной! Он не дал ему упасть. Он не дал ему упасть. Ты не в силах убить меня. Пятнадцать лет? Немало. Я спал, и для меня они были мгновением. Но для тебя, думаю, они тянулись невероятно долго. Но пятнадцать лет большой, сколько гигантский. Просто невыносимый. Он к нему приходил. Знаете? Да. Госпиталь Фунабаши. Он к нему приходил. Ты живешь, пока я рядом. Вернее, чувствуешь себя живым. В коме. Я переживал эту жизнь много раз. И ты не раз убивал моих друзей. Но сейчас... Ну, вообще, только два раза. Не ненавидишь меня. По факту. Ведь в этом мире настоящего тебя знаю лишь я. Я не могу жить. Он что, спрыгнул сейчас? Он что, реально сейчас прыгут? Ну, отпустил. Козел. Не могу жить. Если рядом нет тебя. А почему ты его тогда сбросил? Больной. Ну, что? И с собой покончить хочет? Ага. Его там уже ждали. Сюда, чувак. Попался. Да, я классно барканул. Уважуха. Попался. А они его записали, прослушали и что-то вроде. Или что? Оборвался. Вы арестованы за покушение на убийство. Все, он в полутипе. В порядке? Да. Мы рассказали ей Аяшара. Скорая операция. Да. Странное выражение верить в кого-то. Если правда веришь в человека, не нужно говорить ему об этом. Это все равно, что сказать, я верю в воздух. Думаешь, так говорят? Хорошо сказано. Я вовсе не намекаю, что говоря, я верю в тебя, человек врет. И снова же кадр просто великолепный. Который дарит надежду тому, кто хочет, чтобы в него поверили. Да. Все. Пол закончил. Все закончилось. Город, в котором меня нет. Эти 15 лет, это жизнь, которую он... Во времени, где не было только его... Времени, где не было его... Сокровище. Сокровище. Времени, где не было его... Это есть город, в котором его нет. Спасибо. Буду работать в том же духе. Простите, что пришлось только ехать. Продолжим быть мангакой? Собираетесь в поездку? Да. Собираюсь съездить на Хоккайдо. Повидать друзей. Верное решение. А, с братвой ездит. Желаю удачно съездить. Повидаться. А, точно. Поздравляю с выходом аниме. О, как. Теперь он и успешный магазин. Ну, конечно, чувак, 15 лет, лежавший из комы, безапно начал рисовать. Гениально. Подхватит. Сразу же подхватит. В момента возрождения возрождений не было. По факту он, кстати, с Айри выходит, не связался. У него Айри прекратились абсолютно все отношения, потому что он с ней даже не знаком. Представляете? То есть у него в голове жизнь. Две жизни в голове выработаны. Он помнит свою прежнюю жизнь. Это Юхи. Представляете, а? То есть он помнит всю свою жизнь. И предыдущую, и эту. Все его друзья. А, вот и Хинанзу. Это же их подруга из старшей другой школы, которую он тоже спас. Не, ну, это великолепное аниме. Очень красивое. К слову, я заметил тот момент, что, видимо, он планировался быть намного длиннее. Но, видимо, его решили закончить намного быстрее. Вот мне так реально показалось. Короткая камерная история. Начальная школа. О, как поменялась. На Хоккайду он сейчас. Он сейчас вспоминает абсолютно все. Нет, он, понимаете, это очень... Очень интересно. Все. Переставая идея. Л 참ба Ranchо. Потап Tamake Anderson. Потапа сongи. Потапа сформировал этот трисят vacей. Потапчик. Потапа с speech. Потапа с чистых минуту. Потапчик. Потапчик. Субтитры делал DimaTorzok Он раз за разом терпел поражение, но всегда находил в себе смелость не сдаваться, пока не сделаешь первый шаг, тебе не откроется путь. Говоря это, он продолжал сражаться, но со временем люди вокруг почувствовали его смелость и стали его друзьями. Именно поэтому, когда мне кажется, что зло победило, он не сдаваясь сражается, веря, что друзья придут на помощь. Но я не такой смелый, как чудо-парень, и столь хороших друзей у меня нет. Так что я очень завидую ему. Поэтому я очень хочу, чтобы когда вырос, то у меня были друзья, которым можно довериться. Не, ну, это правда хорошая, красивая история. Правда, сильная. Не сказать, что оно просто гениальное, честно, да, но трогает. Под этот мозг, где он прятался вместе с Айри. И затемнение, да? Все, затемнение. Нет? Нет, пока нет. Что, что-то еще случится, что ли? Там, где его арестовали, это был тот момент, когда он в последний раз отправился. А, бабочка. Это был тот последний раз, когда он отправился в прошлое, и именно вот на этом месте его настоящее, вот, настоящее, то есть первое, прервалось. Ну, опять папарацци. Опять его фоткают. Задолбали. И кто это? Девушка. Вот так снега насыпало. По телеку сказали, Канту впервые за 10 лет так засыпало. Кто же это? Кто это? Это Айри, что ли? Да, это она. Можно я с вами в твою мать и в твою мать еще и подарок принесу? Я всегда верил. Город, в котором пропал лишь я. Конец. Город, в котором пропал лишь я. Ладно. Ну, давайте похлопаем. Браво, браво. Честно вам скажу, да, скажем так, начальных пасхалок в самом начале аниме было намного больше. Например, вот Кенния, как с этим маньяком-учителем, как он там шушукались в классе, если кто помнит. Это никак не развили. Абсолютно никак. И мне такое ощущение, что манга закончилась намного быстрее. Видимо, там, ну не знаю, по популярности упало или что-то в этом вроде, но закрыли и не развили полностью эту историю. Но закончили они ее воистину красиво. Город, в котором меня нет. Очень... В конце очень красивый смысл предали этому названию. Город, в котором меня нет, это 15 лет. Это вообще очень глубокое название. Это название ассоциируется с... Для каждого персонажа здесь это название свое означает. Хинадзуки. Она хотела покинуть это место. Хотела выбраться из него. В том, в чем она жила. И Сатору тоже хотел выбраться из своего настоящего, в котором он жил. В той жизни, в том городе, в котором жила Хинадзуки в детстве и Сатору в своем первом настоящем, это была смерть. Это была не жизнь. Это было... А это был ад. И они не хотели в нем жить. Это город, в котором их обоих не было. Потому что они полностью отрешились от него. И правильно сделали. Но в конце... В конце как закончили, а? Потом они придали немного другой смысл этому названию. Город, в котором меня нет. 15 лет комы, жизни, в обмен на то, чтобы спасти людей, человеческую жизнь. Кто бы отдал? Кто-нибудь бы отдал бы, а? Ну и снова же нужно отдать уважение и большое почтение. Ну, там и момент, что... Очень сильно тут зациклено внимание на социальность, на то, что может случиться с человеком с раннего детства. Что может вообще произойти, что родителям всегда надо быть начеку. И учителям нужно быть начеку, всем нужно быть начеку. Дети должны развиваться. Надо защищать детей. Защищать. Иначе произойдет непоправимое. Не только смерть, я имею в виду. А я имею в виду все. Поломанный мозг, я имею в виду. Поломанное сердце, поломанную душу. Ампутацию души. Я имею в виду. В городе, в котором его не было, его ждали друзья. И снова же песня «Город, которого нет». Хочу вспомнить песню. Песня о том, что я хочу добраться до этого города, в котором меня нет. Вот это я уже про второй смысл говорю. До города, в котором меня нет. Потому что там меня ждет очаг. Его там ждали друзья, любящие его люди. А почему эти люди его любят? За то, какой он есть. Вот об этом я и говорю. Каждый, вот это аниме дало ответ очень на... Ну, для меня, по крайней мере. Я так это понял. Дало ответ на очень сильное. На очень сильную позицию дало ответ. Смысл в том, что каждый человек индивидуальный. В каждом человеке есть гений. Но этот гений не раскроется. Не раскроется, если нет людей, которые помогут этому раскрыться. Как не помогут, а перед которыми можно это раскрыть. И они тебе свой гений раскроют. Таким образом, люди будут развиваться внутри себя. Свой гений личный, индивидуальность. Это аниме вот об этом. Каждый человек индивидуален, но эту индивидуальность, если не подпитывать общей силой, никуда не денется. Ничего с ним не будет. Оно умрет. Оно умрет внутри тебя. И ты станешь мертвым. Прекрасная история. Ну что ж, это была 12-я серия «Города, в котором меня нет». Если смотрели это вместе со мной, я всех благодарю. И увидимся где-нибудь уже в городе, в котором нет только меня. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok